всех приветствую мои родные любимые сердцем и дорогие христолюбчики и братцы и сестры во христе и все люди на земле всех приветствую всем желаю всего самого доброго светлого вашей жизни во всей ее сферы чтоб все у вас было хорошо и складненько вы попали на ролик из цикла монологов моих хотите лекции хотите как угодно о йоге во христе или взгляд христианина на йогу цикл этот я начал записывать благодаря комментарию елены новиковой которая спросила меня как относиться к практике йоги и могут ли христиане христиане и и ею заниматься кто попал на это видео случайно всем рекомендую обратиться к первому видео на эту из этого цикла ну а кто продолжает со мной смотреть читать слушать тех всех приветствую и мы с вами продолжаем в предыдущем видео в предыдущих видео мы с вами узнали что у йоги есть 8 ступеней или степеней степени или ступени да и мы с вами сейчас рассматриваем первую из них это яма принцип взаимодействия с внешней средой и в этой я вот вам подготовил такой файл у меня есть и в каждой ступени степени как хотите мы с вами имеем что тоже несколько шагов от 1 до 10 предыдущем видео мы с вами уже рассмотрели ахимсу то есть это не причинение зла всего живому я вот такую вам заготовочку сделал мы с вами по этим ступеням будем идти идти по ступенечкам по всему пути сегодняшний ролик посвящен первые ступени степени йоги это яма йоги и первому ее принципу это принцип ахимса это было в прошлом ролике не причинение вреда любому живому существу на земле и сегодня у нас второй принцип яма йоги это сатья переходим к сатья сатья правдивость понятие индийской философии один из принципов яма йоги сатья или яма или ступени яма йоги и яма ступени йоги так скажем сайте означает внутреннюю правдивость честность во всем в мысли в словах и поступках непременно исполнение своих обещаний и обязанностей ну то есть мы видим с вами что во первых мы с вами всегда будем замечать при чтении статей с википедии на ее основе вы построены все мои видео что речь всегда идет конечно же о всеобъемлющем человеческом существе это его мысли это его слова и это его дела йога естественно применима практика йоги ко всему существу человека это очень хорошо что так это сделано аналог статьи в христианстве заповедь не лже свидетельствует расплата за нарушение сатьи напрасно на других приводит к тому что клевещут на клеве наклеветавшего неправда не с целью клеветы означает что у лгущего кривое зеркало сознания злостные лжецы расплачиваются за долги сатьи психическими заболеваниями искупить стать сатью можно например восстанавливая справедливость когда клевещут на людей ситхи обретаемый исполнением сати совершенный сайте обладает ясновидением он знает прошлое настоящее и будущее видит других людей насквозь помнит все свои жизни в общем то вот и все сегодняшняя ступень по википедии мы с вами прочитали ну и теперь я скажу своими словами христианина в частности христолюбца что такое сатьи правдивость правда честность и так далее хорошо это видим ли мы это в христианстве конечно ну я всегда буду напоминать символические сказанные слова господа сотворенному им же первому человеку не вкушай плодов с древа познания уже добра и зла ветхий завет уклоняясь от зла ложь это зло зло клевета зло зло в законе моисеевым было не лжесвидетельствую было было не обманывай было иисус подтверждает все это конечно же апостолы подтверждают конечно же кто христианин то все знает разве не апостол павел говорил говорите истину каждый ближнему своему разве иисус не говорил исполняешь ветхозаветные прежде всего заповеди не убей не укради не твори зла да тогда восходи на совершенную степень и как мы видим в принципе сатьи есть и этот путь к восхождению да то есть говорится о том что высочайший достижением совершенстве в сатьи является даже именно защита и оправдание но это всегда ближнего человека на которого клевещут на которого угут да в общем-то путь всегда один простой уклоняясь от зла и сотвори благо да уклонение от зла только середина пути начало конец но этого пути когда ты пребываешь во зле лежишь лицом своей блевотине которую зле изрыгаешь и сам же пожираешь середина пути когда ты отрекаешься от зла и высшая степень совершенства когда ты достигаешь чего что ты готов уже не только ничего не делать да нет даже зла но ты делаешь благо естественно заступничество за человека ущемленного оболганного оклеветанного это и есть положение души своей жизни за человек это есть любовь отвечаю на вопрос всегда в каждом ролике буду отвечать на вопрос елены поставленные мне изначально благодаря которому я стал записывать серию этих роликов йога во христе нужно ли христианину что такое йога один из принципов первой ступени йоги под названием яма сатья говорит о том что это праведность правдивость праведность неправильное слово правдивость простить не ложь говорение правды не клевета не оскорбление злословие здесь наверно можно все и в эту сатью в принципе по йоге вложить да но это честность это открытость да нужно ли христианину практиковать это еще как кто мои проповеди слушает давно кто может впервые на тролли попал я христианин более того христолюб да и что я всегда говорил ссылаясь на ступени степени который дал нам иисус в заповедях так называемых в степенях блаженства начиналось оно все конечно же с покаяния блаженно нищий духом вторая ступень какая блаженно кто об этом вас плачет да поскорбит естественно когда ты понял что ты мягко скажем несовершенства на самом деле признаешь что ты лежишь в своей же блевотиной лицом вниз что дальше блаженны плачущие что дальше блаженны кротки кто действительно человек примет это смириться с этим и скажет да я не такой как бог но я бог должен быть я бог и сын всевышнего и дочь и и дитё всевышнего я и что дальше какую ступень всегда степень говорил иисус какова эта планка блаженные алчущие и жаждущие правды прежде всего конечно же человек должен стать честным самим собой вот это я творю зло а это творю добро от зла от всего должна отречься и возжелать всего самого светлого всего самого доброго всего самого чистого тогда человеку не нужны никакие не религии никто не учителя ему даже представляете не нужны не такие как я даже вообще ничего не нужно ему нужен только бог то что бог естественно а он в каждом человеке он просвещает каждого человека им же сотворенного и приведенного им в это бытие в этот мир все тогда иисус и сказал кто пойдет и исполнит это желание начнет естественно познавая бог начнет открывать истину этому человеку и что он очистит свое сердце сердце душу жизнь как хотите да тогда господь сказал блаженный чистые сердцем ибо они бога узрит мы порой очень радуемся когда мы видим любимую женщину любимого мужчину любимого ребеночка любимого родителя а тут самого бога узреть самому чистоту с любовь свет доброту радость мир кротость и смирение конечно же ты будешь счастлив но увидеть его может только тот кто сам таким стал ибо грешнику невозможно видеть бога и не умереть сегодня короткий ролик несмотря на все мои предисловие 10 минуточек но я решил пройтись по полной программе и так как и делаем заключение что такое йога все по комментарию елены один из принципов йоги первой ступени это искренность открытость честность правдивость нужно практиковать у христианину безусловно не только христианину любому человеку на земле на этом все в кастрюме а и а и и и и Продолжение следует...